Добрый день уважаемые коллеги меня зовут Манякина Анна Павловна я психолог круглосуточной службы телефона доверия центра профилактики наркомании сегодня несмотря на обстановку в стране тяжелую мы с вами разберем юридические аспекты профилактики наркомании и постараюсь максимально раскрыть эту тему чтобы вам было легче преподносить ее во время проведения профилактических мероприятий во время вебинара вы можете задавать свои вопросы по данной теме в наш чат значит это расположено на экране справа если нет возможности открыть чат то вопросы можно будет задать после вебинара позвонив по телефону нашей службы телефона доверия 8 800 350 00 95 желательно сделать звонок до 19 00 я отвечу на все интересующие ваши вопросы ну а теперь давайте начнем распространение наркотиков предоставляет непосредственную угрозу здоровью не только отдельной личности но и нации в целом правопорядку и безопасности государства связи с этим актуальность противодействия на наркомании признана на государственном уровне чаще всего пристрастие к наркотикам начинается с курение травки молодежь считает что это легкие наркотики хотя понятие легкие наркотики и тяжелые наркотики не существует все наркотики одинаково тяжело воздействует на организм далее им становится интересно и они начинают уже употреблять наркотики более сложные и в связи с этим как правило рано или поздно человек попадает в поле зрения правоохранительных органов в связи с совершением правонарушений или преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков значит важнейшим этапом регулирования правоотношений связанных с охраной здоровья граждан государственной и общественной безопасностью стало принятие федерального закона от 8 января 1998 года о наркотических средствах и психотропных веществах этот закон является основным нормативным актом устанавливающим правовые основы сфере оборота наркотиков психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту статье 40 этого закона запрещено употребление наркотических средств без ведома и назначения врача иначе говоря невозможно без медицинских показаний употреблять наркотические вещества и психотропные вещества любое употребление уже приравнивается к нарушению закона за правонарушение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков существует два вида ответственности это административная которая регламентируется кодексом об административных правонарушениях российской федерации и уголовное которое регламентируется Уголовным кодексом Российской Федерации. Законодатель квалифицирует ряд деяний, связанных с оборотом наркотических средств, как противоправные, то есть административными правонарушениями. В кодексе об административных правонарушениях существует ряд статей, под которые подпадает правонарушение в сфере незаконного оборота наркотиков. Давайте вкратце разберем содержание этих статей и наказания, предусмотренные по данным статьям. Первая статья это статья 6.8 Кодекса об административных правонарушениях, в которой определено, что незаконный оборот наркотических средств или их аналогов небольших количеств до 10 доз влечет наложение штрафа от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок до 15 суток. В этой статье есть примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотическое средство в правоохранительные органы, освобождается от ответственности. Следующая статья 6.9 Кодекса об административных правонарушениях, в которой говорится, что потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача влечет наложение штрафа до 5 тысяч, либо административный арест до 15 суток. К данной статье также существует примечание, в котором говорится, что лица, добровольно обратившиеся в лечебно-профилактические учреждения для лечения в связи с потреблением наркотических средств, психотропных веществ, либо их аналогов, освобождаются от административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств. Иными словами, и лицо, совершившее правонарушение, может, зная уже, что будет привлечен к административной ответственности, самостоятельно обратиться в наркодиспансер или к наркологу, либо в кабинет наркологический в муниципальном образовании. Таким образом, пройдет лечение и будет освобожден от административной ответственности, предусмотренных данной статьей. Далее, статья 2020 Кодекса об административных правонарушениях, в которой говорится, что употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача или употребление одурманивающих средств на улицах, стадионах, парках, транспортном средстве, общего пользования или других общественных местах, влечет наложение штрафа от 4 до 5 тысяч, либо административный арест до 15 суток. Хочу пояснить, чтобы вы имели представление, каким образом и составляется протокол об административном правонарушении и могли пояснить это в процессе своих мероприятий. Протокол об административном правонарушении составляется при установлении факта наркотического пенения. Факт этот устанавливается после взятия анализа и проведения исследований, анализ биологических средств организма. Анализ дается в наркодиспансере в Иркутске, либо по месту жительства, где как это все установлено. Кто-то доставляет в Иркутск, но это уже тонкости. При получении подтвержденного факта употребления сотрудник полиции, либо других правоохранительных органов, задержавший правонарушителя в наркотическом пенении, составляет протокол об административном правонарушении. После чего правонарушитель доставляется в мировой суд, где в отношении него выносится постановление об административном правонарушении с наказанием в соответствии с наказанием, установленным в статье, под которое подпадает правонарушение. После вынесения постановления в отношении правонарушителя, его либо помещают в спецприемник для отбывания наказания, либо дают ему 60 суток на уплату штрафа, в случае, если уплачен штраф, либо еще существует один порядок вынесения постановления. Мировой судья, поговорив с правонарушителем, опросив его, выясняет, и если правонарушитель высказывает желание пройти лечение от наркотической зависимости, судья освобождает его от административной ответственности, но возлагает на него обязанность по прохождению профилактических, лечебных, либо реабилитационных мероприятий, указывая при этом в постановлении базу, на которой он будет это проходить. Как правило, судьей устанавливается срок в постановлении об административном наказании, в который правонарушитель должен пройти возложенное на него мероприятие. В случае, если этого не делается, в отношении правонарушителя составляется протокол по статье 6.9.1 Кодекса об административных правонарушениях. И по этой статье уже предусмотрено наказание в виде штрафа до 5 тысяч, либо административного ареста до 30 суток. Таким образом, правонарушитель за одно правонарушение дважды попадает в поле зрения правоохранительных органов. То есть он, употребив наркотики, в отношении него составляется один протокол, дальше он продолжает противоправные действия свои, решает, что ему все можно, он не идет на лечение, и таким образом составляется в отношении него уже другой протокол. Таким образом, значит, когда правонарушение, факт установлен уже, когда правонарушитель привлечен к административной ответственности, когда он исполнил, допустим, наказание в виде уплаты штрафа, он предоставляет квитанцию об уплате штрафа в адрес мирового суда, который возложил на него обязанность по уплате штрафа. Если он прошел лечение, то также он приносит выписку в мировой суд, чем подтверждает, что он пролечился, тем самым исполнил постановление о наказании, вынесенном данным мировым судом. Следующим видом ответственности является уголовная. Уголовная ответственность наступает в отношении лиц за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. За совершение преступлений данного вида граждане несут уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. К преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности относятся незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических веществ или психотропных веществ. В Уголовном кодексе также существует ряд статей касаемых наркотических средств и психотропных веществ. Давайте вкратце разберем, чтобы иметь представление. Статья 228. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических веществ, наркотических средств, прошу прощения, психотропных веществ или их аналогов. Предусмотрено по данной статье наказание до 15 лет лишения свободы. Я не буду статью рассказывать вам по частям. Те сроки наказания, которые я называю, это максимальные сроки наказания. Дальше. Статья 228.1 УК РФ. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Наказание по данной статье предусмотрено до пожизненного лишения свободы. Здесь все зависит от размера и от совершения преступления. Либо это групповая форма, либо человек один это совершает. Следующая статья. Статья 228.2 Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. Данная статья, судя по ее звучанию, относится, как правило, к людям, которые имеют ответственность за хранение наркотических средств, которые выдают их, которые их транспортируют и так далее, но несут за это ответственность уже в связи со своими должностными обязанностями. Наказание по данной статье предусмотрено это штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Следующая статья. Это статья 230. Обращаю ваше внимание, что в последнее время данная статья встречается не так редко, потому что очень часто люди, которые совершают преступления, подпадающие под действие данной статьи, как правило, наказываются, потому что эти преступления совершаются в отношении подростков. Звучит она так. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Наказание предусмотрено сроком до 15 лет лишения свободы. Могу привести пример, чтобы вы имели представление, как действует данная статья и как совершаются преступления по данной статье. Как правило, это есть определенная схема, как наркоманы вовлекают в свой круг новых, так скажем, членов. С какой целью они это делают? Первое, это чтобы расширить рынок сбыта наркотических веществ с целью своей выгоды. Либо они получают наркотические вещества для собственного пользования, либо они получают денежные средства, на которые приобретают наркотические вещества для себя. Как это делается? Допустим, в компании, предположим, такую ситуацию, в компании молодые люди и один уже имеет стаж употребления наркотических средств. ему надо расширить круг, чтобы как можно больше сбывать наркотиков, соответственно, больше иметь для себя. Он, наркоманы, хорошие психологи, как правило, в большинстве своем, подходит, начинает, выражаясь таким языком, простым, прощупывать народ, который находится в данной компании. Предлагать, говорить, что да все уже пробовали, да ты попробуй, тебе будет веселее и так далее. Ну, различные варианты есть, суть понятна. К примеру, молодой человек отказывается, отказывается, отказался на одной вечеринке, отказался на другой, а перед третьей вечеринкой у него случилась неприятность какая-то в семье, там, либо по учебе и так далее. И он соглашается, употребляет, то есть начинает делать это в системе и рано или поздно попадает в поле зрения правоохранительных органов. Когда задерживают наркозависимого за употребление наркотических следствий, либо за совершение преступления в сфере НОН, сразу же в процессе следственных действий и оперативных действий отбирается сведение, как начал употреблять наркотики, как давно, при каких обстоятельствах, какие наркотики и так далее. И вот в процессе отбора данных объяснений наркозависимые поясняют, что такого-то числа, такого-то года, как правило, отвлекусь, как правило, наркозависимые помнят день, год, вплоть до часа, когда они начали, когда они первый раз употребили наркотические средства. Они помнят, кто был рядом, они помнят, какие это были наркотики. То есть, как правило, именно по первому разу, можно получить исчерпывающую информацию. Он может назвать в это время лицо, которое предложило ему наркотики. И если правоохранительные органы увидят здесь состав, то в отношении лица впоследствии может быть заведено уголовное дело. Значит, следующая статья, это статья 232-я. за организацию или содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств. Наказание по данной статье предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Значит, что такое организация и содержание притонов? Это предоставление места жительства, квартиры, даже подъезда для употребления наркотических средств. То есть, если к молодому человеку по одному адресу даже в подъезд приходят периодически одни и те же люди с одной целью употребить наркотические средства, лестничный пролет этого подъезда можно считать притоном. Конечно, это все требует доказательств, следственных действий и так далее, и так далее. Это длительный такой процесс, но тем не менее законодатель нам трактует так эту статью. И последняя статья, о которой я хотелось бы сказать, это статья 234.1 УК РФ за оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. Это соли, миксы и спайсы. Данная статья касается так называемых закладчиков. И наказание предусмотрено под этой статье до 8 лет лишения свободы. Далее я хотела бы подробнее остановиться на правонарушениях и преступлениях, совершаемых несовершеннолетними. Это, так скажем, категория, на которую направлено особое внимание именно по профилактике. Но если все-таки случился такой факт, я хочу разъяснить вам, с какого возраста наступает ответственность и каким образом все это происходит. Значит, первое. Причиной выделения в Российском уголовном кодексе ответственности несовершеннолетних за наркотики в самостоятельный раздел стали социально-психологические особенности совершающих преступления подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Рассмотрим тоже блоками это все. Первый блок, о котором я хотела бы с вами поговорить, первая тема это употребление наркотиков несовершеннолетними. Употребление наркотиков несовершеннолетними ведет к административной ответственности в соответствии с российским законодательством. Ранее уже говорили мы, что это регламентируется кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. Статьи те же самые 6.8, 6.9, 20.20. По этой статье наступает ответственность за употребление других опасных или потенциально опасных одурманивающих веществ, оказывающих разрушительное воздействие на центральную нервную систему. Ответственность по данным статьям наступает с 16 лет. Виновному старше 16 лет грозит административный арест до 15 суток или штраф в размере от 4 до 5 тысяч, то есть наказание в отношении совершеннолетних идентично совершеннолетним правонарушителям. Если виновным употреблением наркотиков оказалось несовершеннолетнее лицо, которому не исполнилось 16 лет, то по закону отвечают его родители или заменяющие их лица. ст. Статья 20.22 кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф родителей в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей. По факту употребления наркотиков несовершеннолетними возбуждается уголовное дело и его цель установить кто продал наркотики ребенку. Сейчас это все делается в обязательном порядке и деятельность правоохранительных органов максимально направлена на пресечение преступления правонарушений в отношении несовершеннолетних. Здесь можно привести пример такой. Допустим, 15-летний подросток задержан к примеру в притоне. Порядок, по которому он привлекается к административной ответственности. Точно так же наряду с совершеннолетними он доставляется в наркодиспансер как это делается в Иркутске у него отбираются биологические среды для проведения анализа и на основании результатов анализов делается вывод находился подросток в наркотическом опьянении либо не находился. Устанавливается личность в обязательном порядке для проведения анализа. Если устанавливается что подросток несовершеннолетний то до момента прибытия в наркодиспансер или в кабинет в котором будет проводиться освидетельствование родителей подростка либо лид заменяющих их освидетельствование не проводится. После этого в отношении подростка точно так же составляется в отношении родителей прошу прощения составляется протокол об административном правонарушении за употребление наркотиков их ребенка. И как ранее говорила от полутора до двух тысяч налагается штраф. Далее это значит также неизбежно взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних с комиссией по делам значит комиссия по делам несовершеннолетних углубляется в данную ситуацию и принимает меры уже в отношении подростка и данной семьи. Дальше продолжим об ответственности подростков незаконный оборот наркотиков несовершеннолетними преследуется в России в уголовном порядке. Уголовная ответственность несовершеннолетних за наркотики согласно общему правилу наступает по достижению ими возраста 16 лет но в некоторых случаях могут быть привлечены к уголовной ответственности подростки с 14 лет. В законе четко изложено за какие преступления из какого возраста наступает ответственность. Например за незаконное изготовление хранения приобретения перевозку избыт наркотических средств либо психотропных веществ уголовное дело на подростка может быть заведено только если ему уже исполнилось 16 лет но за вымогательство или хищение наркотических средств ответственность наступает с 14-летнего возраста. Что касается хранения наркотиков несовершеннолетними под незаконным хранением понимают физическое обладание психотропными или наркотическими средствами лицом не имеющим на это законных оснований вне зависимости от места и продолжительности хранения. Ответственность за хранение наркотиков несовершеннолетними наступает с 16-летнего возраста. Незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели избыта в крупном размере влечет за собой ответственность по статье 228 наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей лишение свободы до 3 лет или исправительных работ до 2 лет. Максимальный срок по данной статье до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Хочу сразу привести пример чтобы разъяснить что такое хранение наркотических средств. Если у подростка при себе находится наркотическое средство то это уже может рассматриваться и будет рассматриваться скорее всего правоохранительными оргами как хранение. Далее наступает квалификация с целью избыта без цели избыта но хранение здесь есть и здесь независимо от того принадлежит наркотик подростку или не принадлежит факт хранения уже будет установлен и заведено уголовное дело в отношении этого. Опять же возвращаемся к закладчикам их это касается в первую очередь потому что как правило даются пояснения о том что это не мое я не знал что я несу и так далее меня попросили это не важно следственные органы будут впоследствии в этом всем разбираться но факт заведения уголовного дела будет несомненно уголовное дело будет заведено значит стоит отметить и обращая ваше внимание на то что в лекциях надо также обращать внимание подростков на то что данные о заведении уголовного дела вносятся в базу данных МВД и в соответствии с этой базой данных нам впоследствии в процессе всей нашей жизни выдаются справки при трудоустройстве при получении водительских удостоверений и так далее и если там будет факт того что уголовное дело было заведено по наркотикам не важно что оно там было прекращено за недоказанностью или за отсутствием состава вот этот факт заведения уголовного дела допустим к тому же работодателю он будет основополагающим для того чтобы отказать в приеме на работу никому не важно будет почему дело было заведено и там уже никто не посмотрит что оно было прекращено а вот то что оно касалось наркотиков это будет обязательно замечено обязательно поэтому обращайте внимание ребят во время проведения профилактических мероприятий на то что ничего не проходит бесследно если дело касается наркотических средств значит давайте теперь перейдем к распространению наркотиков несовершеннолетними распространение наркотиков несовершеннолетним преступления попадающие под действие уголовного кодекса также незаконное приобретение хранения изготовления пересылка и перевозка наркотических средств с целью сбыта наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет максимальный срок до 15 лет по данной статье и ответственность наступает по данной статье с 16 лет незаконное приобретение наркотика его покупка либо получение во владение другим способом это может быть обмен получение в дар в долг в уплату долга присвоение найденного и так далее к незаконному приобретению наркотических средств относится также сбор наркотика содержащих растений и их частей или остатков посевов после их уборки на неохраняемых территориях давайте остановимся на этой информации подробнее я думаю что мы понимаем о чем здесь идет речь это так называемые сборщики конопли ребята которые решили что трава это не наркотик и ничего страшного за это не будет и раньше это были чаще факты но сейчас даже нередко случается когда в автобусах в общественных да откуда-то из деревень из пригорода подростки молодые люди рюкзаками вывозят коноплю при этом они уверены на сто процентов что ничего им не будет за это но всегда прошу обращать внимание во время проведения мероприятий профилактических что все что содержит наркотики неважно трава это или ампула все что содержит наркотики все подпадает под действия закона и любые действия совершенные с наркотикосодержащими веществами либо растениями тоже подпадают под действия закона либо кодекса об административных правонарушениях. И если этот факт фиксируется, то неизменно наступит наказание. Незаконным сбытом называют распространение путем продажи, дарения, выдачи взаймы или уплаты долга. Транспортировка наркотика с одного места на другое может осуществляться путем перевозки любым видом транспорта или пересылки по почте, багажом с помощью животных либо птиц. Данные виды транспортировки тоже сейчас уже изощренным способом. Всякие изощренные способы существуют. И также и квадрокоптерами, и машинками радиоуправляемые. Как только подростки не умудряются перевозить наркотические средства друг к другу, чтобы якобы избежать наказания. Ответственность за транспортировку наступает независимо от того, или является ли лицо владельцем наркотического средства, либо получило его на временное хранение. Поскольку переноску наркотиков принято рассматривать как разновидность хранения. Опять же, здесь стоит вернуться к закладчикам. Молодежь вводит в заблуждение, рассказывая им о том, что ничего не будет, даже если тебя поймают. Ты просто скажешь, что это все не твое. Молодежь у нас склонна не замечать фактов, которые лежат на поверхности, но очень глубоко вникают в денежные выгоды и так далее. Но здесь надо всегда думать о том, что они могут проработать два месяца, раскладывая закладки, а могут даже одной закладки не сделать. То есть их тут же при транспортировке наркотического средства задержит полиция. И здесь, когда молодой человек идет работать с закладчиком, у него нет четкого какого-то периода, в котором он 100% этот период отработает. Такого нет. Опять же повторюсь, могут задержать его в первый же день работы. Но почему-то вот в силу возраста молодежь склонна не замечать этого всего и не думать о том, что будет. Они думают о выгоде здесь и сейчас. Они считают, что вот сейчас я донесу, тут же получу деньги, живые деньги, а что такого, мне там 10 закладок разнести. А то, что сейчас преступления, совершаемые с помощью сети интернет, правоохранительные органы уже успешно раскрывают, и в больших количествах раскрывают, и технические возможности правоохранительных органов расширяются, а технические возможности преступников таким образом урезаются, и это заставляет их, то есть такая осведомленность правоохранительных органов заставляет их прибегать все более изощренным способом сбыта наркотических средств. Но, тем не менее, данные виды преступлений совершаются, и сбытчики, которые занимаются этим всем по сети интернет, да, организаторы всего этого бизнеса, они не употребляют наркотики. И чаще всего они очень любят, когда работают с закладчиками, ребята, не употребляющие наркотики. Потому что человек, который не употребляет наркотики, он надежен, у него стойкая мотивация, он никогда не сойдет, так сказать, с намеченного маршрута, он сделает все как надо, потому что он не имеет личной выгоды от того, что он, допустим, для себя наркотик приобретет. Он знает, что он разложит и получит деньги. Наркозависимое лицо всегда лицо, вызывающее сомнения в своей деятельности. Так что обращайте внимание, что отговорки, что это не мое, это я взял вот там, это лежал какой-то сверток, я его поднял, и так далее, это все не идет в расчет. В расчет идет только то, что там в рюкзаке, в кармане, в руке, там в шапке, в носке находится наркотическое средство. Все, больше ничего не идет в расчет для заведения уголовного дела. Это что касается преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, которые именно совершают несовершеннолетние. Я думаю, что нас, как работников профилактической сферы, интересует больше всего, конечно, данная категория, потому что ребята подвержены, так скажем, исследовательским всяческим изысканиям, и здесь они мало обращают внимания на последствия. Поэтому хотелось бы еще один пример вам привести, после чего мы перейдем к разбору последствий от употребления наркотических средств, а также совершения преступлений. Какой пример я хочу привести? Пример о притоносодержании. Как вступает в действие статья 232 в отношении лиц? Каким образом подросток может попасть под действие статьи 232? Давайте рассмотрим такой пример. Подросток, 17 лет, заканчивает школу и приезжает в город, поступает в институт. Родители у него хорошее материальное положение имеют, позволили себе снять ему отдельную квартиру. Значит, ребенок опьянел от свободы, оброс новыми друзьями, особо не разбирается, чем занимаются данные друзья. Ему нравится, что он в центре внимания, он всех приглашает к себе, душа нараспашку, чаем, значит, они пьют чай, едят торт, в это время кто-то вышел на кухню покурить, особое внимание не обращается на то, чем занимаются на кухне, либо на балконе. Предположим, что именно в этот момент гости употребляют наркотическое средство на балконе. После этого все расходятся, употребившие выходят на улицу, их задерживают сотрудники полиции по подозрению в наркотическом опьянении, потому что они уже находятся в неадекватном состоянии, доставляют их на свидетельствование, свидетельствование положительно, проходит акт свидетельствования с положительным результатом. В отношении них составляется протокол об административном правонарушении. В процессе отбора объяснения при составлении данного протокола устанавливается, что наркотики они употребили по такому-то адресу, по которому проживает такой-то, такой-то молодой человек. Они четко назовут и адрес, и место, и время, и у кого они были. Хорошо, это все фиксируется, лица привлекаются к административной ответственности за употребление. Допустим, что сегодня это произошло, это произошло через два дня, кто-то другой вышел, это произошло через четыре дня, людей задерживают, доставляют, освидетельствуют, акты положительные, составляется протокол, там сотрудники полиции смотрят, что там три случая употребления наркотических средств по одному адресу. А это уже позволяет думать о том, что по данному адресу содержится притон. Предположим, что по данному адресу входят сотрудники полиции, оперативные действия, лицо доставляется в отдел полиции, и устанавливается, что этот 17-летний парень, который приехал, к которому родители сняли квартиру, он не наркоман, просто к нему приходили друзья, ему будут задавать вопрос, спрашивать, а ты знал, что они употребляли наркотики. Допустим, он ответит, ну, я подозревал, ну, а что такого, я же не употребляю наркотики. Так вот, всегда надо говорить о том, что наркоманом быть не обязательно, чтобы попасть под действие закона за совершение правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Это очень ошибочное мнение, что если ты не наркоман, ты никогда не будешь иметь неприятностей с законом в отношении наркотиков. Притом, значит, это вот квартира, как я пример привела, такой же пример можно привести и по общежитию, такой же вот по подъезду, я ранее пример привела, это может быть чердак, это может быть сарай на территории частного дома, это может быть там баня, то есть любое помещение, в которое приходят люди неоднократно с целью употребить наркотические средства. Всегда внимание подростков надо обращать на то, что вы должны быть внимательны в своих связях. Если вы что-то подозреваете, исключите сразу же эти связи, потому что какие последствия за этим будут, неизвестно. И скорее всего, лицо, которое употребляет наркотики, сделает все для того, чтобы вы попали в поле зрения правоохранительных органов, потому что одному ему отвечать за свои правонарушения и преступления, естественно, не хочется. Проще разделить эту ответственность на двоих. Напоминаю, что вы можете сейчас в процессе проведения вебинара задавать вопросы в нашем чате. И хочу продолжить. Значит, давайте поговорим отдельно, это такой немалый блок о последствиях употребления совершения правонарушений либо преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Давайте все это разберем по пунктам. Первое, значит, что влечет за собой привлечение к административной либо уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков. Служба в армии. Поясню. Человек, который употреблял наркотики или, значит, был факт зафиксирован употребление наркотиков, но, допустим, последний год он не попадал в поле зрения правоохранительных органов, попадет на срочную службу в армию, если на сегодняшний день у него нормальное соответствующее состояние здоровья и так далее, и он не употребляет наркотики, что установило, значит, проведение исследований. Срочную службу он отслужит год. Если он захочет остаться по контракту, в этом он будет отказан. Опять же, по причине того, что он ранее употреблял наркотики. Что касается службы в армии. Дальше. Поступление в военное училище, допустим, институт МВД актуального для Иркутска у нас сейчас пользуется очень большим спросом данное учебное заведение. Молодые люди стремятся туда. При поступлении в данные ВУЗы в обязательном порядке запрашивается сведение из наркотиспансера по месту жительства. И если человек был освидетельствован, результат был положительным, то справка будет выдана с этой информацией. Соответственно, в поступлении будет отказано уже на первом этапе. Дальше. Получение водительского удостоверения. При получении водительского удостоверения наряду с прохождением медицинской комиссии необходимо предоставить справку терапевту о состоянии на учете в психодиспансере и в наркодиспансере. Опять же, если человек проходил освидетельствование, справка будет содержать данную информацию и в выдаче прав данному лицу будет непременно отказано. Это безусловно. Если будет установлено, что права были получены по подложной справке, допустим, позже, лицо там где-то нашло выход, там, значит, сделала справку, получила права и потом попадает, допустим, сотрудники ДПС останавливают, он в наркотическом опьянении устанавливается, что права были получены незаконным образом. Здесь уже привлечение к ответственности в отношении данного человека будет очень серьезное. Стоит подумать, надо ли это вообще делать. Дальше. Получение разрешения на оружие. Это тоже, значит, данная справка из наркодиспансера является необходимым фактом, необходимым требованием для того, чтобы получить разрешение на оружие. Если будет информация о том, что лицо употребляло наркотики, соответственно, разрешение не будет выдано. Служба в силовых структурах. Это полиция, это ГУФСИН и так далее, и так далее. Везде необходима данная справка, данная информация. Наряду с этой информацией необходима еще информация информационного центра МВД, куда заносятся сведения о заведении уголовных дел в отношении лиц, так скажем. Это вот то, о чем я говорила ранее. Если задержали подростка там с мешком, в конопли, допустим, завели в отношении него уголовное дело, привлекли или не привлекли к ответственности, неважно, или закладчика задержали, допустим, завели уголовное дело, а потом прекратили его. Факт о том, что уголовное дело было заведено, содержится до 60 лет в базе информационного центра, не удаляется оттуда. Поэтому справка будет выдана с содержанием данной информации. и служба в силовых структурах уже будет невозможна для данного молодого человека. Дальше, при трудоустройстве на работу, допустим, на госслужбу, требуется допуск государственной тайны. И для получения допуска государственной тайны необходимо предоставление, опять же, справки из наркодиспансера и от психиатра. Соответственно, справки будут даны о том, что был такой факт и все мечты разрушатся. Хочу сказать, что нередко бывает так, что у человека меняются планы в отношении своей работы, допустим, и дальнейшего роста карьерного, там уже в зрелом возрасте, или там, допустим, в возрасте 35-40 лет, то есть он принимает решение идти на госслужбу. А факт употребления, к примеру, был в 16 лет. Так вот, сведения в базе наркодиспансера содержатся до 90 лет. Соответственно, все эти мечты, так сказать, все стремления, они рушатся просто из-за того, что когда-то человек принял неверное решение или решил поэкспериментировать. Поэтому надо всегда обращать на это внимание, что сегодня сделан шаг, завтра, послезавтра, через 10 лет, через 20, может очень сильно навредить и испортить всю жизнь и все планы разрушить. Также законодательством Российской Федерации для наркозависимых лиц устанавливаются ограничения на занятия отдельными видами деятельности. Это занятия определенных должностей и деятельности, связанные с источниками повышенной опасности. Это железнодорожный транспорт, авиатранспорт, работа на ГЭС, работа на ТЭЦ и так далее, и так далее, и так далее. Хочу еще пояснить по данному факту, что, значит, человек, который работает, допустим, на железной дороге, в аэропорту, он может быть освидетельствованным при любых обстоятельствах. Ну, то есть, заподозрили его в наркотическом опьянении, отправили на медицинское свидетельство. Он, к примеру, работает на железной дороге уже там 5-6 лет и уверен, что у него все будет хорошо дальше с этой работой. Не важно, что он сделает. То есть, такие факты тоже встречаются. Он проходит освидетельствование, оно положительное на наркотические средства. И на основании вот этого проведения освидетельствования он может быть уволен с места работы, потому что это техногенно опасный объект. И так же, безусловно, будет привлечен к административной ответственности за употребление наркотических средств. Таким образом, прошу вас обращать внимание во время проведения профилактических мероприятий на то, что если ты прожил с 16, к примеру, до 18, избежал всех этих соблазнов и в 18 лет решил, что ты уже взрослый, у тебя уже все хорошо, ты учишься в учебном заведении престижном, к примеру, да, и можешь уже себе позволить этот тяжелый период, так скажем, в твоей жизни прошел, можно расслабиться и все такое, предупреждайте их и говорите о том, что нет возраста, в котором позволено употреблять наркотические средства, перевозить, хранить и просто вот совершать какие-либо манипуляции с наркотическими средствами. В любом возрасте данные деяния будут характеризоваться как противоправные деяния. Дальше, значит, наряду с последствиями, которые наступают в отношении правонарушителя или человека, совершившего преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, данные последствия могут коснуться и его детей. Как это не печально? Сейчас поясню, как. Когда, допустим, опять же, молодой человек хочет поступить в институт МВД или в военное училище, от него требуется справка не только на него, что, значит, из базы информационного центра МВД и наркодиспансера, но и на его родителей. И если будет содержаться информация о том, что в отношении, к примеру, отца или матери было заведено уголовное дело, здесь давности лет нет. Уголовное дело в сфере незаконного оборота наркотиков, то можно сказать на 99,9, что в поступлении ему будет отказано. Также при, допустим, поступлении в банк берется, запрашивается данная информация, при поступлении на работу в банк, в какие-то банковские организации. Здесь надо думать о том, что совершив что-то, не надо думать, что это искупиться, вот заплатил ты штраф или еще что-то, отсидел 15 суток административный арест, и все, таким образом исполнено все, все, значит, прошло, и все, больше никаких последствий нет. К сожалению, эти последствия преследуют человека всю его жизнь. Я не вижу, что вы задаете вопросы, но надеюсь, что все-таки будут какие-то вопросы заданные по телефону доверия. Жду ваших звонков до 19.00. Повторю еще раз, наш телефон доверия 8 800 350 00 95. Сегодня я психолог на телефоне доверия, с удовольствием отвечу вам. И в заключении, коллеги, я хочу сказать еще вот о чем. Значит, периодически проводятся опросы населения об ответственности за правонарушение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, по результатам которых выясняется, что народ у нас, независимо от возраста, не осведомлен о последствиях от употребления наркотических средств или от причастности к незаконному обороту наркотиков. В связи с этим необходимо выработать тактику по повышению правовой грамотности населения вашего муниципального образования. Каким образом это лучше сделать вам? То есть это ваше дело. Нет никаких рамок, как вы считаете нужным, так и сделаете. но здесь самое главное достигнуть результата, то есть достигнуть расширения правовой информированности населения в сфере незаконного оборота наркотиков. Я очень рада, что подключается народ к нам. Не вижу ваших вопросов, но еще раз повторю, все-таки надеюсь, что мы с вами пообщаемся с помощью телефона доверия сегодня. Ну, на этом хочу закончить. Хочу пожелать вам всего хорошего, успехов в вашей деятельности профессиональной. По каким-то вопросам, связанным именно с юридической ответственностью, можно позвонить, также по телефону доверия и получить разъяснение. Наши специалисты всегда постараются вам помочь и максимально разрешить все нерешенные вопросы, возникающие у вас в процессе деятельности. Всего доброго, до свидания. хорошего вам вечера. Спасибо. Субтитры 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 Субтитры